Новая попытка террора и подлая атака. Так глава Еврокобесии назвала российский удар по Одессе во время визита президента Украины и премьеры Греции. Последний соперник Дональда Трампа среди республиканцев Ники Хейли объявил о выходе из президентской гонки. В секторе ГЭЗа катастрофически не хватает продовольствия. Хизбаллах обстреливает Израиль с территории Ливана. Цехал наносит удары по позициям группировки. В польской столице вспыхнули беспорядки во время акции протеста фермеров. Для разгона демонстралтов полиция применилась на заточивый газ. Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакасом Мицетакисом в Одессе российские силы нанесли ракетный удар по городу. Мы услышали звуки сирены взрывов, которые произошли около нас. Времени добраться до укрытия у нас не было, сказал Мицетакис. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек. Украинский лидер выразил соболезнования семьям жертв. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн назвала атаку на Одессу в ходе визита Зеленского и Мицетакиса подлой. Никого не запугать этой новой попыткой террора. Ни двух лидеров на местах, ни отважный народ Украины. Больше чем когда-либо мы поддерживаем Украину, заявила фон дер Ляйн. Это является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины, написал на платформе ИКС глава Евросовета Шарль Мишель. Сообщается, что Россия нанесла удар во время посещения политиками Одесского порта, откуда экспортируется значительная часть украинского зерна. Последний заметный соперник Дональда Трампа, Ники Хейли, объявила о выходе из президентской гонки. После своего поражения в супервторник Хейли смогла победить лишь в штате Вермонт, она вышла из борьбы с Трампом, но гарантировала, что ее голос будет услышан. Маргарет Татчер предоставила немного хороших советов, когда она сказала, что никогда не просто следуй к crowd, всегда ставь свою 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 жизнь. Своей речи Хейли не выразила поддержки Дональду Трампа. Она предложила ему завоевать голоса умеренных республиканцев и поддержавших ее независимых избирателей, а также предупредила. Когда Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывший постпред США в ООН вступила в президентскую гонку в феврале прошлого года, она стала первым крупным соперником Дональда Трампа, но в итоге ее кампания против бывшего президента, который намерен в третий раз бороться за Белый дом, не нашла достаточного отклика у республиканцев. Сотни палестинцев в секторе газа буквально преследуют грузовики с гуманитарной помощью, доставляющие сюда муку, воду и консервы. По данному, четверть населения Анклава страдает от острого недоедания. На севере Газы, на улице Бейтлахия, еду готовят на открытом огне. Картофель в томатном соусе – роскошный территорий, где многие люди уже стали прибегать к употреблению в пищу корма для животных. В то же время боевики шиитской группировки «Хизбалах» не прекращают обстрелы с севера Израиля с территории Ливана. Одна из ракет, не взорвавшись, упала между домами в кибуцик «Фарблюм». Сохал практически ежедневно наносит удары по позициям «Хизбалах» на юге Ливана, в то время как система «Железный купол» перехватывает выпущенные боевиками ракеты. В среду комиссар ЕС по кризисным ситуациям Янец Ленарчич посетил школу на западном берегу Иордана, управляемую БАПОР, агентством ООН по оказанию помощи палестинцам. Недавно ЕС решил продолжить финансировать агентство, которое Израиль обвиняет в причастности к нападению 7 октября. В столице Польши-Варшаве вспыхнули беспорядки во время протеста фермеров. Демонстранты пытались прорваться через полицейские кордоны к зданию парламента и офису премьер-министра. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что несколько стражей порядка получили ранения. Фермеры выступают против беспошлиного импорта агропродукции из Украины и зеленого курса Евросоюза. Политика зеленого курса направлена на достижение климатической нейтральности странами ЕС к 2025 году. По мнению протестующих, ужесточение мер по защите окружающей среды, растущей в связи с этим расходы и недостаточная поддержка со стороны властей разорят многих польских фермеров. В Амстердаме откроется Национальный музей Холокоста. Экспозиция посвящена истории преследования евреев в Европе и непосредственно в Нидерландах. Между 1940 и 1945 годами немецкие оккупанты подвергали discriminации и преследованию живших в стране евреев и цыган. Их депортировали и убивали в лагерях смерти. Более ста тысяч евреев в Нидерландах стали жертвами Холокоста. Международный музей Холокоста. В Амстердаме будет открыт для публики 10 марта. В церемонии примет участие король Нидерландов Вильям Александр. Польша заняла первое место в Национальном индексе кибербезопасности. В ходе исследования, в котором оценивается уровень информационно-технологической безопасности и предотвращение киберугроз в разных государствах, выяснилось также, что именно эта страна чаще других подвергается ДИДОС-атакам. Наши анализы и информации, которые отримываем от наших союзников и партнеров, всказывают, что Польска, если chodzi о один из типов атаков, атаки ДИДОС, есть одним из наиболее атакованных в крае на свете. Окрасово даже находится на штыче этого составления. Независимые эксперты четко указывают, что большинство атак на польские ресурсы исходит из России и связаны они с войной в Украине и польской логистикой, в том числе транспортной инфраструктурой. Вопрос о защите киберпространства стоит острый не только для Польши. По данным экспертов, число хакерских атак на предприятия, организации и объекты государственной важности в Европе стремительно растет. Время, когда мы снижаемся, киберпространство, 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 киберпространства, киберпространства. В последнее время, глиба cybercrime damage costов около $18 миллионов every minute. Этот цена, according to the estimated calculations, will increase, reaching over $10 trillion annually by 2025. Магданена Федорник, Euronews, from Warsaw. Археологи в Помпеях обнаружили хорошо сохранившуюся изысканную фреску, изображающую героев античного мифа Фрикса и Геллу. Фреска была найдена на стене комнаты в доме, примыкающем к дому Леды. Согласно греческой мифологии и близнецов, Фрикса и Геллу мачеха обвинила в неурожае и хотела принести Фрикса в жертву. Бежать из дома брату и сестре помогли боги, послав им летающего золоторунного барана. Во время полета девушка упала и утонула в водах пролива, позднее названного морем Гелла. Теперь он известен как Дарданеллы. В Испании ширятся дебаты. Министр труда Иоланда Диас выступила с инициативой сократить на час время работы ресторанов. Она заявила, что нынешний график не идет в ногу с остальной Европой. Но эту идею не поддерживают ни владельцы ресторанного бизнеса, ни работники сферы туризма. Конфедерация отелей Испании также выступила против более раннего закрытия ресторанов, подчеркивая, что индустрия туризма в стране является предметом зависти всего мира. В Испании автономные сообщества, регионы, сами определяют время работы баров и ресторанов. Так, например, в Мадриде рестораны могут работать с 10 часов утра до 2 часов ночи. В пятницу, субботу и накануне праздников они могут продлить время на дополнительные полчаса. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова